В марте этого года, день рождения у Государственного Академического Северного Русского Народного Хора, дата большая, 90 лет нашему хору. Об этом и не только мы говорим с его директором Натальей Осадчик. Наталья Георгиевна, здравствуйте. Добрый вечер. Мы все понимаем миссию художественного руководителя, артистов хора, а ваша должность, ваша работа, она, скажем так, закадровая. Вот как согласились на роль директора такого легендарного коллектива? Ну, вопрос очень с одной стороны простой, а с другой стороны и трудный. Однозначно ответить, наверное, невозможно, но я все-таки попробую. Но прежде всего я Архангел Огородка, патриот своего любимого города и все, что с ним связано. Ну, во-вторых, я прошла блестящую школу Архангельского колледжа культуры и Санкт-Петербургской академии культуры. И около 20 лет уже служу культуре Архангельской области. И, в-третьих, руководителем северного хора я стала не из чистого листа, а 4 года проработала в качестве заместителя директора по основной деятельности. Ну и, с другой стороны, я очень люблю северный хор, и если не мы, то кто? Замечательно. То есть вы с северным хором уже не первый год, и всегда, ну пусть не на сцену, но мысленно выходите на вас. И на сцену тоже. И на сцену тоже. Замечательно. Наталья Георгиевна, вот как раз об очередном выходе на сцену, скажем так, телевизионную. Северный хор у нас выйдет 8 марта. Целый день на телеканале ПС будет посвящен нашему хору. И мы покажем много архивных и современных материалов о хоре. Как сегодня вы готовитесь к юбилею? Оргкомитетом по празднованию юбилея разработана обширная и интересная программа. Я надеюсь, что она понравится не только нашим землякам, но и гостям нашего города. Все действие пройдет в начале весны с 1 по 11 марта. 1 марта мы проведем презентацию подарочного буклета, издания, куда войдут материалы и об истории Северного хора, и о нынешнем дне. Также мы откроем новую юбилейную выставку в музее Северного хора под названием «Торжество Северной песни». 2 марта обозначена у нас таким удивительным, с одной стороны, простым мероприятием, но по масштабу у нас оно пройдет впервые. Это открытый урок, мастер-класс по вокальному искусству и народному танцу. Спой вместе с Северным хором. Сводный хор, студенческий хор в количестве 400 участников споет всем полюбившуюся песню, русскую народную песню из репертуара Северного хора «Красная девица вела кудерушки». Так что приглашаем в сотрудничество всех студентов и творческие коллективы города. 6-7 марта первыми увидит нашу юбилейную программу жители Северодвинска и Новодвинска. Программа основана на традициях Антонины Яковлевны Колотиловой, основательницы Северного хора, Нины Константиновны Мешко. Также будут новые номера уже в постановке нового руководства под управлением художественного руководителя, профессора Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженной артистки России Светланы Конопьяновны Игнатьевы. 8 марта, как вы уже отметили, медиодень Северного хора. Лучшие программы с участием Северного хора наши зрители смогут увидеть и на каналах ПЭС, и также услышать по радиоканалам. 8 марта вообще это наш знаковый день. 90 лет назад прошел первый концерт с участием Северного хора, и эту дату мы не могли обойти стороной. В этот день мы уже начали подготовку, проведем такое праздничное мероприятие с капустником, с чипитьем, юбилейной каравайи. Будут игры, будут поздравления, будут сюрпризы. И все это будет проходить в Северном хоре. Наталья Георгиевна, давайте мы не будем раскрывать всех подробностей праздничной программы, оставим некую интригу. Я думаю, что в любом случае зрители наши уже поняли, что Северный хор планирует хорошо, масштабно, интересно отпраздновать юбилейную дату. И предлагаю сейчас вернуться к теме нашего выпуска. Страшно ли потерять работу в кризис? Все-таки вот ваше мнение на этот счет. Может быть, какие-то примеры из личной жизни друзей, знакомых у вас есть? К счастью, в статусе безработного мне не пришлось быть. И, надеюсь, в будущем не будет. Но самое главное для творческого человека, чтобы не было кризиса в душе и в творчестве. А уж дело найти можно. Самое главное, чтобы оно было по душе. А откуда творческий человек, в частности, вы черпаете силы сегодня? Ну, для меня это главная семья. Там опора, поддержка и, конечно, вдохновение. Наталья Георгиевна, стоит лишь порадоваться за такое ваше замечательно оптимистичное настроение. Но все-таки я знаю, что сегодня в хоре есть вакансии. То есть вопрос трудоустройства тоже, скажем так, Северный хор может решить сегодня. Ну, сегодня, как во все времена, мы ждем талантливую молодежь с профессиональным образованием в качестве артистов, аккомпаниаторов. Поэтому вся информация есть на нашем сайте. Пожалуйста, заходите, смотрите. Если вы талантливы, у вас есть образование, милости просим. Приглашайте всех в одну большую семью под названием Северный хор. Спасибо большое, Наталья Георгиевна, за то, что приоткрыли нам завесу тайны, какой будет юбилейная программа. Ну и поделились своим мнением. Я думаю, что у кого-то в душе оно обязательно найдет отклик. Спасибо. Спасибо.